Вы смотрели «Новых мутантов»? Нет? Ну, ничего страшного, это ужасный фильм. Давайте посмотрим на реальных мутантов без графики. Сегодня мы услышим вдохновляющие истории и увидим удивительные аномалии человеческого тела. Итак, вот люди с невероятными мутациями. Слоновья болезнь Возможно, вам не знакомо имя Джозеф Мерек, но вы могли слышать про человека-слона. Фильм 80-го года рассказывает про доктора, который спас обезображенного мужчину от издевательств. Но на самом деле всё было иначе. Когда Джозеф родился в 1862 году в Лестере, он выглядел абсолютно нормальным. Но с возрастом на его теле стали появляться наросты. Семья Джозефа считала, что это было вызвано инцидентом, когда его мать, беременная им, испугалась слона на ярмарке. И сам Мерек придерживался этого мнения всю жизнь. Идея о том, что на развитие ребёнка может повлиять нечто столь конкретное, да ещё и отражающее опыт, пережитый матерью, назвали материнским впечатлением. Согласно этой теории, беременная женщина, испугавшаяся, например, лягушки, родит ребёнка с перепонками. Хотя в то время в это верили многие, современная наука развенчала это странное убеждение. И всё же неизвестно, какое у Джозефа было заболевание. Одни считают, что это синдром протея, вызывающий неравномерный рост костей, кожи и жира. Другие предположили, что это нейрофиброматоз, дефективный ген, приводящий к опухолям. А может, это было и то, и другое. Не имея средств к существованию, Мерик начал выставлять себя на показ в эстенде в Лондоне. Его часто навещали студенты-медики, и так Мерик повстречал Фредерика Тривза, врача, который особенно сильно им заинтересовался. Хотя в фильме он показан добрым, в реальности Фредерик был довольно жесток к Мерику. Он описывал Джозефа как самый отвратительный образец человека на своей памяти. А когда Мерик умер, Фредерик сохранил его скелет для изучения. Джозеф был куда сильнее, чем предполагали Тривзель и Голливуд. Проработав у управляющего Тома Нормана 22 месяца, он заработал 50 фунтов. Эта зарплата была больше, чем у Нормана, и равнялась годовой зарплате семьи рабочего класса. Мерику также не нравились осмотры Фредерика и других докторов. Он чувствовал себя как животное на рынке. И не надо забывать, что он был умным и вдумчивым. В одной своей поэме он написал «Я знаю, облик мой убог. Но, видно, так задумал Бог. Коль я бы сам себя создал, то угодил бы точно вам». Львиная доля Бывает, утром смотришься в зеркало и знаешь, что с волосами всё очень плохо. Представьте, каково приходилось Стефану Бибровске. Поляк 1890 года рождения страдал гипертрихозом, из-за которого у него повсюду росли золотистые волосы. На лице они были 20 сантиметров в длину и 10 на остальном теле. Волос не было только на ладонях и ступнях Стефана. Множество историй о нём появилось ещё при его жизни, и они не всегда правдивы. Например, утверждалось, что, по мнению его матери, Стефан родился с таким заболеванием, потому что она видела, как его отца растерзал цирковой лев, когда она была им беременна. Снова тоже материнское впечатление. Стефан переехал в Америку и работал гимнастом в цирке на Коне-Айленде, где его прозвали Лайонелл – человек с лицом льва. Некоторые считают, что он гордился своими локонами. Согласно одной истории, когда в гостинице, где он жил, начался пожар, Стефан выбежал первым, так как опасался, что огонь уничтожит его шевелюру и превратит в обычного человека. Многие считали его диким зверем, но Стефан был умным. Он любил общаться со зрителями и даже знал пять языков. Он разрешал людям подойти поближе, чтобы показать, что он не монстр, как думало большинство. Увы, люди с таким состоянием неизбежно сталкивались с предубеждениями. Похожая судьба была у Крауфорини, которая ездила по Северной Америке и Европе с бродячим цирком в конце 19 века. Утверждалось, что её поймали и вывезли из джунглей Сиама, и что она принадлежала к племени недостающего звена между людьми и обезьянами. На самом деле гипертрихоз неизлечим и поражает людей сейчас, но косметические процедуры позволяют значительно уменьшить последствия этого заболевания. Но сейчас давайте поговорим о вас. Не забудьте нажать на «Нравиться» и подписаться. Готово? Отлично. Тогда продолжаем. Талантливый Эк У меня, конечно, отнимались ноги после пары бокалов в баре, но следующий герой выводит это на новый уровень. Джонни Эк родился в Балтиморе в 1911 году с синдромом каудальной регрессии, повлиявшим на нижний позвоночник, и у него не было нижней части туловища. Не считая этого, Джонни был здоров и научился ходить на руках к одному году. Он работал цирковым артистом в 30-е годы и сыграл роль альбатроса в фильмах о Тарзане, что странно, и небольшую роль в уродах. Интересно, что брат-близнец Джонни Роберт был совершенно здоров, и они воспользовались этим. В 1937 году Джонни и Роберт объединились с фокусником Раджой Робойдом ради представления. Роберт садился в зале вместе с обычными зрителями, но на протяжении шоу подшучивал над Робойдом. В конце концов Робойд приглашал его к себе на сцену и потом в отместку принимался пилить Роберта пополам. Однако с помощью кое-какого трюка Роберт менялся с Джонни, игравшим верхнюю часть тела. Человек с карликовостью играл нижнюю половину, скрываясь в особых брюках. Лезвие опускалось, разрезая критика пополам, и, освободившись от туловища, ноги внезапно вставали и убегали от фокусника. Джонни спрыгивал со стола и на руках преследовал ноги по сцене, крича «Вернитесь! Мне нужны мои ноги!». Он даже спускался в зал во время погони к восторгу и ужасу зрителей. Когда интерес публики к таким цирковым шоу иссяк, братья оказались не у дел, а потому решили вернуться в семейный дом в Балтиморе. К 80-м годам Джонни был разочарован отсутствием богатства после столь долгой карьеры. Дела близнецов пошли еще хуже, когда в 87-м году их ограбили и избили в собственном доме. Один из грабителей даже сел на Джонни, пока другой забирал его вещи. Братья так и не оправились после этого. Они перестали принимать гостей и стали затворниками. Но не грустите. Однажды Джонни сказал, если я хочу увидеть уродов, то мне достаточно посмотреть в окно. На высоте. Достать банку с самой высокой полки в магазине для кого-то высшее достижение, но для Роберта Уодлоу это было бы очень легко. Он родился в Алтоне в Иллинойсе в 1918 году и, как многие дети, быстро рос. Но в отличие от других людей, он не перестал расти. Даже в детстве Роберт быстро вырос выше метра 80 и мог носить отца по лестнице, словно ребенка. Всего в 17 лет Роберт был почти 2,5 метра и вступил в цирк братьев Ринглинг, где и прославился. Он даже присоединился к местной масонской ложи и получил кольцо, возможно, самое большое среди масонов. Роберту принадлежит рекорд за ступню длиной 47 сантиметров. Его ладонь была в длину 32 сантиметра от запястья до кончика среднего пальца. В его перчатку можно было бы положить щенка небольшой породы. Огромный рост Роберта был вызван гиперплазией гипофиза, который вырабатывал слишком много гормона роста. Это состояние называется акромегалия или гигантизм, если оно наступает до половой зрелости. Несмотря на славу, болезнь принесла Роберту много сложностей. Он не ощущал ступни и ноги, что затрудняло движение, и ему требовалась трость или скобы на ноги. Именно они его в итоге и погубили. На параде в честь Дня независимости у Роберта началась лихорадка. На правой лодыжке у него образовался валдырь от плохой скобы. Роберт не мог почувствовать боль в ноге и не заметил инфекцию. Несмотря на усилия врачей, он умер 14 июля 40-го года, в 22 года. На момент смерти Роберт был и остается самым высоким человеком при росте 2 метра 70 сантиметров, как индийский слон. Его гроб был 3 метра 30 в длину, 80 сантиметров в ширину, 76 в глубину и потребовал два участка. Если бы я тогда жил, я бы даже сходил к нему на похороны. Но я не очень люблю скорбить. Ну так, просто чтобы вы знали. Малазийский магнет Мне всегда хотелось быть магнета. Я бы летал в тележке для покупок, пользовался столовыми приборами без рук, грабил банки. Супергероем я бы не был. Так что следующий парень намного лучше меня. Встречайте малазийца Лью Тоулина, или просто мистера магнита. Его так прозвали из-за способности прикреплять к телу 36 килограммов металлических предметов без клея. Лью обнаружил эту особенность лишь в 60 лет, когда, работая на стройке, он заметил, что к нему прилипают инструменты. Как такое возможно? Конечно, это не магия, и несмотря на прозвище, это не магнитный человек. Если бы он был магнитом, то вырабатывал бы магнитное поле, а насколько известно, компасы не сходят с ума рядом с ним. И заметьте, что он всегда полуголый. Не потому, что ему нравится обнажаться. Но может отчасти и поэтому, но основная причина в том, что у Лью более липкая кожа, которая вырабатывает много кожного сала. Это маслянистое вещество есть у всех. Каждый может подуть на ложку, и она прилипнет к носу или лечь на кожаный диван в жаркий день, когда липнет кожа. У Лью этот процесс был слишком усиленным, так что получается он скорее липкий человек, а не магнитный. Его надо было назвать мистером-липучкой, хотя, подозреваю, это звучит не так солидно. На протяжении жизни Лью выступал ради помощи, например, учреждению для детей-инвалидов. В 2008 году в 78 лет он прикрепился к автобусу и протянул его на 3 метра меньше, чем за минуту. Я хочу сделать то же, когда мой автобус застревает в пробке. Лью умер в 13-м году в 83 года. Но липкий ген сохранился в Мухибии, Булджубасиче и Этире-Эль-Чиеве в Грузии, которые с помощью своих сил спасают жизнь и планету. Ладно, шучу. Они просто прикрепляют к себе ложки. Ходячий проводник Вас когда-нибудь что-нибудь шокировало? И был ли это шок, который подавал целых 20 тысяч вольт? Вы наверняка подумаете, что это слишком шокирующе, ведь Томас Эдисон говорил, что 6600 вольт способны поджарить слона. Но Слависа Пайкич, известный как Биба Струя и Биба Электричество, утверждает, что выдерживает напряжение до 20 тысяч вольт. В 2003 году он быстрее всех разогрел чашку воды до 96 градусов Цельсия, используя свое тело в качестве нагревателя. Он сделал это за 1 минуту и 37 секунд. Пайкич часто вставляет металлические вилки в сосиску и пропускает через них заряд, поджаривая ее. Вау! Если бы я мог готовить сосиски голыми руками, я бы больше ничего не делал. Слависа утверждает, что, выпуская электричество из тела, он может проводить электротерапию и лечить от мигрений, синусита и проблем со спиной. Он обнаружил этот странный талант, когда дернул за провод в 17 лет. Шок должен был его убить, но он ничего не почувствовал. Теперь ему за 60, и Слависа хочет поставить рекорд и выдержать миллион вольт. Разжигает воображение, правда? По его словам, он родился без потовых и слюнных желез, а потому у него меньше влаги на коже, благодаря чему он менее уязвим к электричеству, чем другие люди. Но, конечно, многие относятся к истории Слависа со скептицизмом и пытались развенчать его слава. Возможно, он может прикасаться к проводам благодаря батарее постоянного тока с низким напряжением. С их помощью любой может прикоснуться к проводам и даже зажечь лампочку. Но не надо повторять трюки Слависы дома. Стоит отметить, что хотя многие писали о различных рекордах струи, на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса нет никаких сведений о его чудесных достижениях. Что думаете вы? Это всё-таки правда или ваше доверие к Слависе упало? Кожа-кора В 2007 году американский доктор Энтони Гаспари приехал в Индонезию лечить человека с очень странным заболеванием. На руках и ногах пациента были чешуйчатые бородавки, напоминавшие кору дерева. Из-за этого он не мог работать, его оставили все родственники, и он изолировался от остальной общины. Мужчину звали Деде Касвара, и у него была дисплазия ливандовского люца или синдром человека-дерева. Заболевание нарушает клеточный иммунитет, что приводит к неконтролируемым инфекциям, вызванным вирусом папилломы. Из них появляются наросты или кожные рога, которые выросли по всему телу Деде. Сейчас болезнь не лечится, и от наростов можно избавляться только с помощью операций. У Деде она начала развиваться в 10 лет, когда наросты образовались на поцарапанном колене. С годами состояние ухудшилось, и его руки и ноги приобрели странный вен. Как будто этого мало, Деде приходилось терпеть издевательства соседей, считавших, что он проклят. Чтобы не попрошайничать на улице, он присоединился к цирку уродов, как человек-дерево с явы. В 2008 году доктор Гаспаре успешно удалил 6 килограммов грубых наростов с рук и ног Деде. Это почти что вес шара для боулинга. После этого Деде мог использовать руки и ходить, но наросты возвращались. Ситуацию усложнило то, что Гаспаре пришлось оставить команду врачей Деде, так как его поймали на вывозе образцов крови и тканей из Индонезии для продажи без разрешения. Видимо, есть большой спрос на шары для боулинга из бородавок. Деде лелеял надежду, что однажды его болезнь смогут вылечить, но скончался в 2016 году в возрасте 44 лет из-за осложнений. В 2019 году премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина предоставил бесплатное лечение Абдулу Баджандеру, еще одному больному дисплазией. На 2019 год он перенес более 25 операций и снова овладел своими руками, так что он может держать своих детей. Надеюсь, у него все хорошо. Гибкий браунинг Мне говорят, что надо быть более гибким. Может быть, в таком случае я должен стать как Дэниел Браунинг-Смит, ведь это самый гибкий человек в мире. У Дэниела редкое заболевание – синдром гипермобильности Эллерса-Данласа, вызывающий эластичность суставов и кожи. Синдром Эллерса-Данласа – это совокупность заболеваний, влияющих на работу коллагена в организме, а это важный белок, который есть в коже и соединительной ткани. В детстве Смита вдохновили акробаты по телевизору, и он попробовал выполнить свои трюки. Он прыгал с верхней кровати и приземлялся на шпагат, к удивлению и, наверное, к ужасу его родителей. Гибкость принесла ему сценический псевдоним «Резиновый мальчик», и понятно почему. Дэниел способен на невероятные вещи, например, поворачивать туловище на 180 градусов, управлять суставами и выпячивать ребра, но показывать я это не буду. И он может пройти сквозь ракетку без струн. Серьезно? Дэниел стал циркачом в 18 лет и уже поставил 7 мировых рекордов. Но это еще не все. Он сыграл в рекламе для Супербола в «Паранормальном явлении 3», исполнял макап для игр и снял собственный документальный сериал о людях с невероятными способностями. Но для Дэниела это все не так легко. Болезнь вызывает боль в суставах, хрупкость кожи, проблемы с органами и усталость. Он признается, что у него постоянная мышечная боль, хоть и незначительная. А у меня мышцы болят, когда я просто чищу зубы. Обжора Если вам говорили, что у вас глаза больше, чем желудок, то вас не зовут Тараре. Родившийся у города Лион во Франции в 1772 году, он мог есть огромное количество пищи, не чувствуя сытости. К 17 годам Тараре уже мог съедать говядину весом с него самого за один день. Он был так голоден, что мог съесть не лошадь, а корову. Несмотря на гигантский аппетит, Тараре никогда не весил свыше 45 килограммов. Он якобы так вонял, что от него поднимался пар прямо как в мультфильмах. Когда он был голоден, кожа его живота свисала, и он мог оборачивать ее как пояс. А когда он наедался, живот надувался как шар. Тараре был уличным артистом и удивлял толпу, поедая все, что ему кидали зрители. За свою жизнь Тараре ел не только разные несъедобные предметы, но и живых кошек, змей, ящериц, щенков и угрей. Пока его осматривали в больнице, Тараре поедал выброшенные ошметки у мясников, пил кровь пациентов и якобы даже съел несколько трупов в морге. Все стало еще хуже, когда его обвинили в съедении пропавшего ребенка, что было незаконно повсюду, не только во Франции. Когда он умер, храбрые врачи решили вскрыть его тело, которое начало сочиться гноем, когда его разрезали. Его печень и желчный пузырь были очень большими, а желудок огромным и покрытым язвами. Пищевод был таким широким, что когда он открывал рот, можно было увидеть желудок. Есть несколько версий о том, какое заболевание было у Тараре. Одна из теорий – это полифагия, то есть непрестанный голод и чрезмерное переедание, вызванные гипертириозом из-за чрезмерной выработки гормонов щитовидной железы. Увеличенный гипоталамус – часть мозга, который отвечает за чувство голода и температуру – еще один вариант. Или у него был просто паразит, например, анкелостон. Другой француз, который может есть несъедобные предметы – это Мишель Латито, родившийся в 50-м году. Он не ел живых животных или детей, но зато не прочь поесть металл или стекло. А еще в течение нескольких месяцев он ел самолет. Ах, это прекрасная французская кухня! Мистер Всеядный стал таким благодаря толстым оболочкам желудка и пищевода и жесткому кишечнику, и он не получал травмы. Еще у него была сильная желудочная кислота, из-за чего он мог без проблем поедать металл, но его тошнило из-за мягкой пищи. С другой стороны, ему явно не надо было беспокоиться о дефиците железа. Лишние пальцы Вы бы хотели печатать, играть на гитаре и завязывать шнурки одной рукой? Вам нужен полидоктилизм, из-за которого вырастают лишние пальцы на руках или ногах. Противоположное называется олигодоктилия, когда пальцев меньше. Полидоктилизм весьма распространен. Один из от 700 до 1000 детей в мире рождается с лишними пальцами. Например, у английской актрисы Джеммы Артеттон, которая играла в Кингсмане, был один дополнительный палец. Но ее родители, как и многие, решили сразу же его удалить. Некоторые примеры, как случай 2019 года с девочкой из Китая, необычнее. У нее было два отростка на обеих руках, которые тоже удалили. Полидоктилия наблюдалась у членов семьи девочки на протяжении пяти поколений. Но из-за финансовых проблем никто в семье не мог обратиться к врачу. Помимо удаления лишних пальцев, медики также выпрямили ее большие пальцы и перенаправили рост костей металлическими стержнями. Очень удобно, правда? Это состояние мало изучено, но некоторые исследования показали, что лишние пальцы нередко бывают весьма полезны. Одна бразильская семья, которая готова это подтвердить, это де Сильва из столицы страны. Из 26 членов семьи у 14 есть 6 работающих пальцев. И те, у кого их больше, совсем не считают себя ненормальными. Скорее, члены семьи с пятью пальцами чувствуют себя аутсайдерами. Жоао Асис утверждает, что лишние пальцы помогают в деле вратаря. Единственная проблема – это неудобство с перчатками. Может быть, это будущий новый Алисон? Или мастер кубика Рубика? Если бы вы могли выбрать одну из этих мутаций, то что бы вы выбрали? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!